Музыка Андрей Владимирович Кондрашов, российский журналист, корреспондент и комментатор. В разное время работал на телевизионных каналах НТВ, Матч ТВ и Евроспорт. Окончил Российский государственный университет физической культуры. Работал одним из тренеров сборной команды Института под руководством Александра Алексеевича Грушина. Подготовил 8 мастеров спорта. Член спортивного клуба Манжосова. Одним из первых, кто начал культивировать триатлон в России. Не только комментирует различные спортивные соревнования, но и сам принимает в них участие. Наибольший соревновательный интерес проявляет к таким видам спорта, как лыжные гонки, лыжероллерный спорт, велосипедный спорт и триатлон. Андрей Кондрашов является одной из узнаваемых фигур в спорте и спортивной журналистике. С конца 2015 года работал комментатором лыжных гонок на спортивном телеканале Матч ТВ. В настоящее время продолжает работать на трансляциях зимних видов спорта на канале Евроспорт 1. У вас огромный опыт в мире спортивной журналистики. Расскажите, как все начиналось. Случайно совершенно и даже не думал и не гадал, что окажусь в этой велоауре много, надолго, о чем, конечно, не жалею. Я по своему первому образованию спортивный педагог, тренер и с удовольствием работал в этой профессии. Но потом в 90-х годах многих эта так называемая перестройка заставила как-то изменить, причем, может быть, даже против своей воли, свои какие-то жизненные пути. И у меня, в общем, также случайная встреча с моим другом, приятелем. Тогда, в середине 90-х годов, руководителем спортивной редакции телекомпании НТВ, только что сформировавшейся, вот эта встреча, в общем, перевернула всю жизнь. Потому что вот я попробовал себя в качестве спортивного журналиста, но и вот задержался в спортивной журналистике на 30 лет. А какое было ваше первое редакционное задание на НТВ? Одним из первых моих редакционных заданий была поездка на Тур-де-Франс. Это самая известная, самая крутая велосипедная гонка. Причем в нашей стране не очень хорошо о ней знают, потому что и велоспорт не так популярен, как и в мире. А Тур-де-Франс, ну, это вершина велосипедного спорта, профессионального велоспорта. И если говорить о популярности, об известности этого события в мире, в мировом масштабе, то Тур-де-Франс выступает только Олимпийским играм, причем только летним. Ну и, наверное, не наверное, а чемпионату мира по футболу, который на самом деле называется Кубком мира по футболу. Так вот, Тур-де-Франс, вот, наверное, в топ-5, не наверное, а совершенно точно, в топ-5 самых известных, самых популярных, самых престижных событий в мире. Ну и вот мне посчастливилось даже не один Тур-де-Франс проехать в качестве спортивного журналиста. С тех пор я заболел велосипедным спортом, потому что увидел, насколько это захватывающе, насколько интересное, насколько привлекающее внимание, вот, всеобщее внимание события. Потому что, на первый взгляд, что может быть интереснее какой-то велогонки, которая проходит из одного города в другой, и что может быть интереснее человека, который пришел на обочную дороги, чтобы, ну, можно сказать, одним взглядом посмотрел на эту гонку. Оказывается, миллионы зрителей приходят на дорогу, я тому был свидетелей. В общем, совсем не напрасно. Но это уже другая совсем история. Я надеюсь, что вот наша гонка «Дружба народа Северного Кавказа» одна из самых старейших в нашей стране и одна из самых престижных, потому что все-таки она проходит в статусе чемпионата страны. А чемпионат страны – это главное соревнование для всех спортсменов Российской Федерации, независимо от вида спорта. Так что я надеюсь, что и «Дружба народов Северного Кавказа» когда-нибудь, если не такую, как у «Тур-де-Франс» популярность и известность, но хотя бы приблизительно приобретет. Самое интересное и важное для болельщиков – что остается за кадром, чего не видят. Гонка действительно, ну это, так сказать, главное событие, ключевое, на чем держится все. Но перед каждой гонкой, ведь на самом деле, что такое гонка? Это 200 человек спортсменов, 20 команд. И вот если человек непосвященный, вдруг его пригласят на велогонку, он придет и что он увидит? Да он увидит только пронесшиеся между него. Три секунды, да? Да, совершенно верно, за несколько секунд, да. Ну, правда, сопровождение большое еще, конвой. И он тоже по-своему интересный, потому что это такие необычные машины, по-своему, и такие интересные. Но впереди гонки идет очень большой конвой, большой караван, который носит название рекламный, иногда его называют общественный, публичный. Но это действительно рекламный караван. Несколько компаний, которые получают право сопровождать гонку в качестве спонсоров, рекламщиков, они получают как раз возможность вот в этой самой крутой гонке себя показать. И они составляют вот этот пул из нескольких десятков автомобилей, причем автомобилей такого очень разукрашенного плана, нестандартные автомобили, которые должны привлечь внимание зрителей. И более того, в этих автомобилях представители фирм, которые раздают подарки всем собравшимся у обочины, всем, кто пришел на старт, на финиш. И вот так это продолжается изо дня в день на протяжении всего месяца, сколько длится Tour de France. То есть гонка – это не только, собственно, спортсмены и тренеры, но это еще вот тот самый рекламный караван с подарками, с какими-то сувенирами для всех, кто пришел. То есть, собственно, события, собственно, конвой для человека, который находится на обочине, продолжается примерно часа полтора, потому что проезжает вот этот рекламный караван. Он едет не спеша, потому что нужно остановиться в каком-то местечке, в каком-то городе, нужно пообщаться с зрителями, нужно всем вручить какие-то призы, какие-то попытные на память сувениры. Потом уже гонка и сопровождающий ее большой конвой, конвой из автомобилей команд, сопровождающих гонку. То есть это необычно, это можно увидеть только здесь, больше нигде. Вы стали уже символом велогонки «Дружбы народов Кавказа». А вы сами участвовали на соревнованиях по велоспорту? Ну да, после того, как я побывал на Tour de France, я понял, что от велосипеда мне не отвязаться. И более того, в общем, я велосипедистом никогда не был до знакомства с этой большой гонкой. А потом настолько заболел велоспортом, что стал участвовать в чемпионатах мира по велосипедному спорту среди журналистов. Есть и такие. Причем эти турниры проводятся уже много лет, больше 20 лет. Наша российская команда начала свое участие где-то лет 15 назад. Вот с тех пор мы регулярно принимаем участие. Есть у нас и победы. Кстати, диджей наших соревнований, звукорежиссер гонки «Дружба народов» Татьяна Минюнкова. Двукратная чемпионка мира среди журналистов по велоспорту. Ну, это обстоятельство, точнее, вот этот маленький, малозаметный, малоизвестный турнир свидетельствует о том, что действительно в мире велосипедный спорт один из самых привлекательных, один из самых интересных. Ну и мы стараемся по мере возможностей, по мере наших сил, ну вот, как-то эту популярность расширить пока. А сколько общих километров в чемпионате мира посреди журналистов вы проезжали? Ну, во-первых, эти соревнования проводятся в разных возрастных категориях, и, разумеется, разные дистанции бывают. Для самых молодых спортсменов это почти такие же полноценные этапы дистанции, как и в профессиональных гонках, то есть групповые гонки до 150 километров доходят, гонки на время, а это олимпийские дисциплины, гонка на время, гонка с раздельного старта и групповые гонки. Естественно, гонки раздельные, намного короче, 20-30 километров. Ну, для спортсменов чуть постарше, таких как я, например, разумеется, гонки покороче, до 100 километров групповые, 100 километров, ну, разделки тоже до 20 километров. Ну, в общем, это настоящие гонки в несколько сокращенном варианте. В велоспорте традиционно лидер гонки носит желтую майку. А какие еще особенные цвета майк существуют в этом виде спорта? Опорные, главные, основные лидерские одеяния. Это вот вы совершенно правильно назвали. Желтый цвет. Почему желтый цвет? Потому что как раз все в той же гонке Tour de France, вот придумали эту майку, и вот она стала таким эталоном. Далеко не во всех велосипедных гонках, зарубежных, крупных, в частности, например, проходящие сейчас в Испании многодневные гонки, а в мире три гран-тура так называемых, то есть больших, почти месячных, трехнедельных туров, кроме французского Tour de France, это испанская Войльта и итальянская Джирида Италия. И вот на всех этих гонках свои цвета у лидеров главного зачета, главного рейтинга, свои цвета. Но все-таки в большинстве других гонок, многодневных гонок, именно желтый цвет выбирается для лидерского позиционирования. Предоставляют майку для лидера так называемой очковой классификации, ну, точнее, классификации самого активного спортсмена. Он определяется по сумме очков, баллов, которые начисляются на промежуточных финишах. И вот сумма этих премиальных баллов, шкалу, для которых составляют организаторы, ну, она более-менее одинаковая, вот, с небольшими вариациями в разных гонках. Победитель вот этой самой рейтинга активности вот этого самого очкового или пойнтового, если говорить по латыни, по-английски, получает, ну, вот, в данном, в нашем случае, зеленую майку, майку самого активного спортсмена, опять-таки, по примеру, Тур-де-Франс. На других гонках она может быть иной колористикой. Другая майка, майка горного лидера, потом уже и победителя, горного короля. В женских гонках горной королевы. Вот здесь, как правило, майка пятнистого цвета, но колористика этой гороховой пятнистой майки тоже может быть совсем разнообразной. А майка еще лучшего молодого гонщика. Вот здесь тоже, как правило, такой единый подход, потому что, насколько я знаю, практически во всех гонках белого цвета майка выручается спортсмену в молодежной категории. Опять-таки, на разных гонках этот лимит возрастной категории может меняться. На Тур-де-Франс молодыми считаются спортсменами не старше 26 лет. В нашей гонке не старше 20 лет. Во многих других гонках не старше 23. Ну, это уже на усмотрение организаторов. Так что белый цвет – это лидер молодежной классификации. Ну и очень часто еще организаторы, устроители гонок предлагают и другие номинации. Ну, например, в международных гонках лучшему национальному гонщику, то есть аборигену, спортсмену, представляющему ту страну, в которой проводится гонка. Есть еще другие номинации, и вот этим отличаются многодневные гонки. Здесь не один лидер, не один чемпион, их несколько. Так что, вот, наверное, и в этом тоже кроется такой дополнительный интерес в велосипедном спорте. Здесь не только лауреат, призер, тот, кто первый на этапе, а здесь тот, кто выигрывает, кто либо активен на этапах, либо на определенных его маршрутах горных. Ну, бывает очень часто в гонках выигрывает желтую майку тот, кто не выиграл ни одного этапа. То есть от него не ожидали, да? Он стабильно выступает ровно на всех этапах, но, тем не менее, дает возможность выиграть другим. Однако главный приз берет он. Ну, в частности, вот в нашей гонке в Дружбе народов Кавказа Никита Шульченко не выиграл ни одного еще этапа, но он едет в желтой лидерской майке, потому что стабильно выступает на каждом из этапов. В чем особенность гонки Дружбы народов Кавказа? Один из этапов, который проходит в нашей республике. Из десяти этапов нынешней многодневной гонки Дружбе народов Северного Кавказа три проходят по территории Карачаева Черкесской республики. В других республиках, а это и Чеченская республика, Северная Осетия, Алания, Кабардино-Балкария, Адыгея, максимум два дня соревновательных у нас было. То есть вот это преимущество Карачаевой Черкесской республики как раз, наверное, свидетельствует о том, что эти маршруты являются ключевыми, основными, самыми такими престижными. Все-таки гонка под названием Тур Кавказа, Дружба народов Северного Кавказа, это, прежде всего, горная гонка. И вот эти самые горные маршруты, Дамбай, Архиз, Зеленчугская обсерватория, они являются основными в подведении итогов. Ну и, кстати, вот то обстоятельство, что Карачаево-Черкесские этапы в конце гонки тоже подтверждает их значимость и важность.